Всем привет, это Улан-Удэ Лайф. Каждый сюжет мы снимаем на улицах нашего города, но задумывались ли вы когда-нибудь в честь кого они названы? Но говорить мы будем не об этом. Как вы относитесь к революционерам и терроризму? Я думаю, что многие ответят плохо, и это хорошо. А что если в честь таких персон названы сотни улиц России? И в Улан-Удэ есть такие. Так вот, как улан-уденцы смотрят на все это, и если неравнодушны, узнаем прямо сейчас. История, она должна сохраняться в людях, в душе наших детях и наших потомках. Я считаю, что пусть названы улицы, и пусть дети наши знают, в честь кого это названо, пусть читают историю. Желябово, Лозово, Баградо, Дзержинскому. Ну это, безусловно, отрицательно. Знаете, от жителей надо, все-таки это связано с Кропивской, со всеми этими. Ух ты, я тороплюсь, я не работаю. Ладно, даже не успела вопрос задать. Как бы вы хотели назвать новые улицы нашего города? Два примера. Не, не, спасибо. Я спешу, девушка просто. Вишневая, Черемуховая и так далее. Ну где у нас вишня, где что? Надо вот сначала сделать улицу, а потом уже думать название. Да, правильно. Спасибо большое, что поговорили. Ну, например, сейчас можно Потапово. Ага. Да. Хотели бы, чтобы вашу часть улицы назвали? Ну, в смысле, часть меня улицу назвать, я что, простой? Крестьянин я уже, крестьянина, что называют, ничего не делал такого. Как относитесь к... Что? Пропустим. Да, да. Сильно? Так, девушка, здравствуйте. Так, раз, два, три, четыре человека уже отказало мне. И это они не первые. Знали бы вы, сколько за съемку одного Улан-Удэ-Лайфа я слышу слово нет, нет, я тороплюсь и так далее. И бывает, знаете, очень даже добидно. Все, раз, два, три. Сегодняшняя тема довольно-таки сложная. Ну, не об этом речь, а я сейчас хочу подвести итоги прошлого выпуска. И победителем стал вот этот комментарий. Я вас поздравляю. Теперь подарок от ресторана Яролов ваш. А если вы хотите точно так же, то пишите комментарии. Под этим выпуском набирайте максимальное количество лайков. И, возможно, завтра уже вы заберете, так же, как и этот победитель, подарок от ресторана, от наших друзей из ресторана Яролов. Пойдем дальше спрашивать. Дайте пятюню в камеру. Нет. А почему? Потому. Ну, не сказать, что положительно, но как бы, ну вот, назвали, назвали тлань памяти, скажем так. Ну, в принципе, мне кажется, нельзя устроить переворот, скажем так, без кровопролития, к сожалению. Спасибо. Спасибо. Спасибо.